Что, блять, да. Окей, я пойду еду разогрею, вы начинайте пока без меня, чё. За последние четыре года десятки людей приходили в адскую кухню за своей мечтой. Боже мой. Господи. Но чтобы осуществить эту мечту, им нужно было понравиться шеф-повару Гордону Рамзе. Я требую стандартов, победит лучший. Он устроил им настоящий ад. Сегодня вы попляшете. Убирайтесь. Чёрт подери. Проснись или пошла вон. Вот тупица, мне нужна еда прямо сейчас. Я не знаю, что делать. Некоторые сдались в самом начале. Я думала, что холодная вода закипает быстрее, чем горячая. Что? Некоторые были неуклюжими. Боже мой. Том порезал палец. Кто-то не выдержал напряжения. Я никогда не чувствовала себя так отвратительно. Я хочу домой. Прощайте. Он хотел, чтобы я был лучше, чем я есть. Кто-то сошёл с ума. Ты когда-нибудь убедил сумасшедшего? Посмотри на меня. Для некоторых физическая нагрузка была слишком тяжёлой. Аарон, держись, дружище. Стресс взял верх над моим телом. Я не вернусь. А у кого-то не было слов, чтобы описать стресс. Я не могу поверить, что я плачу. Я больше не выдержу. Большинство не соответствовали стандартам в Шафар-Рамзе. С меня уже хватит. Достаточно. Убирайся. Вон отсюда. Но в конце концов появились четыре шеф-повара и шеф Рамзи. Я очень горжусь вами. Изменил их жизнь навсегда. Теперь шоу стало ещё грандиознее. Тысячи поваров со всей Америки попытались осуществить свою мечту. 300 из них были приглашены в адскую кухню на встречу со своим идолом. Гордон Рамзи. Здравствуйте. Рад вас видеть. Но только 16 будут выбраны для участия в шоу. Лэйси Дианджело. Чарли Маккейн. Кэрол Скотт. Такой шанс выпадает раз в жизни. Она рада. В этом году участники адской кухни станут сильнее, чем когда-либо. Дэнни Белтри. Среди участников будет шеф-повар из Флориды. Я зачарую всех. Остальные участники поймут, что они ничто по сравнению со мной. Я бог кухни. Бен Воленкок. Иди сюда. Так, понятно. Одному прозвище я только что уже придумал. Иисус. Иисус. Я предлагаю ему прозвище Иисуса. Вот так. Су-шеф из Чикаго. Я настойчивый и упорный. Я очень люблю готовить. Больше, чем кто-либо еще. Блять, воды не взял. Гадкие потные руки. Привет, Мерикон. Колин. Потничок. Блик. Да. Даже кулинарный инструктор из Небраски. Очень энергично. Я старше остальных участников, но среди них не найдется такого трудолюбивого человека, как я. В этом году победитель займет желанную должность шеф-повара в шикарном отеле Боргата в Атлантик-Сити. Что касается поваров, то на этот раз конкуренция будет сильной, как никогда. Я готов к войне. Очевидно, что я самый сильный повар в этой команде. Смеешься? Ты поменьше задирайся. И они готовы на все. Это не просто игра. Я не твой муж. Чтобы пройти дальше. Что ты имеешь против меня? Ты меня назвал толстозадом. Откуда кровь? Шеф Рамзи очень требовательен к участникам. Грязная свинья! Я не верю своим глазам! Боже мой! Что за хрень? Вот дерьмо! Говори! Приготовьтесь. Да. К самому напряженному. Возьми себя в руки! Просыпайся. Меня никто так не унижал. К самому захватывающему. Вот это приз. К самому великолепному. Я никогда не работала официанткой. Да что ты. К самому шокирующему шоу «Адская кухня». Зачем мне бумажный пакет? Все очень просто. Нет, не помню, Чарли. Мне похуй. А, шеф-дьявол. Нужно быть осторожным. Такого сезона вы еще не видели. Это «Адская кухня». Ты тупая стерва! Кэрол. Джей. Колин. Джованни. Джей. Джованни, блядь! Уил. Джованни, это Жожа! Пола. Бен. Он Жожа будет. Лейси. Денни. Кой. Чарли. Андреа. Сет. Элей. Роберт. Адская кухня. Блядь, толстяков взяли, чтобы храмзи... Я что-то уронила. Сразу после отбора мужская и женская команда принялись за работу. Поехали! Каждый готовил свое коронное блюдо для шефа Рамзи. Осторожно. Шеф Рамзи прошел мимо меня, и у меня по коже пробежали мурашки. Но ведь я женщина. Кто будет готовить бекон? Уже иду. Хватай. Кто-нибудь видел крышки? Возможно, люди смотрят на меня и думают, вот еще одна смазливая девчонка пытается быть поваром, но на самом деле. Они все смотрят на меня и думают, о, какая сексуальная, смазливая девчонка, красивая, такая красотка, вот бы я и вдул. Хочет быть поваром, но вот я вам что скажу. Я ни с кем не занимаюсь любовью. Я целеустремленная, ненависимая, я строю карьеру. Поэтому не надо называть меня смазливой красоточкой, сексуальной бусечкой, вот это мне не нужно, да, спасибо. Нормально, 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 блядь. Я еще и по-другому назвал в голове, ну ладно. В самом деле, я очень трудолюбивая и справлюсь с парнями. У вас три минуты, быстрее. Я начал готовить, чтобы приглашать девушек к себе домой. Лучше провести вечер дома, чем в ресторане. Еда это афродизиак, особенно когда ты добавляешь немного вина в еду. У вас 45 секунд, подавайте блюдо и накрывайте к... Это не пикапер, это дватчер, который наконец-то захотел социализироваться и пытается хоть как-то завалить тян. Крышкой. Кому-нибудь нужна помощь? Где тарелки? Горячая сковорода в сторону. О, нет. Три. Осторожно. Два. Один. Стоп. Все остановились. Хорошо. Я очень хочу попробовать ваше блюдо. Таким образом я могу познакомиться с вами и узнаю многое о каждом из вас. Во всем мире повара зарабатывают репутацию своим коронным блюдом. Итак, пришло время. Давайте начнем. О, боже. Че это? Мое. Имя? Кэрол. Что это? Это рулет из телятины и карамелизованный лук. И сколько тебе лет было, когда ты начала готовить? Профессионально с 25 лет. Это поздно. Да, шеф. Что делала до этого? Я работала в салоне красоты, но затем нашла себя в кулинарии. Похоже, ты приняла правильное решение. Это очень вкусно. Спасибо. На вкус великолепно. Спасибо, шеф. Когда я услышала, что лучший повар в мире сказал, что мое блюдо вкусное, мне хотелось... Шо, бля? Ну, точно тут правильно все смотрим. Хотелось танцевать и петь. Сколько всего. Чье это? Мое шеф. Это кролик, приготовленный двумя способами. Тушеное мясо и зажаренное филе. Что это за значок на тебе? Значок клуба. Какого? Общество гомосексуалистов. Я горжусь тем, что я гей. Я все равно мужчина. Внешне так... ...выжжено, другое в душе. На вкус твое блюдо очень вкусное. Но за внешний вид ставлю ноль. Беспорядок и бардак. Стань на место. Следующий. Чье это? Мое. Иди сюда. Что это? Это чилийский сибас, маринованный в соусе из мису и саке. Как давно ты готовишь? Примерно 4 года. В основном я готовила для семьи, шеф. Мой отец работает в сети ресторанов, и у него нет времени на детей. Теперь я хочу показать ему, что я могу на кухне. Попробовав твое блюдо, я был уверен, что ты готовишь уже лет 15. Идеально. Спасибо, шеф. Тебе спасибо. И где ты начинала работать? В ресторане у отца, шеф. Ты готовила ему это блюдо? Нет, шеф. Стоит приготовить. Спасибо. Кажется, что шеф не зря выбирал из тысячи поваров тех талантливых ребят, которые приготовили свое коронное блюдо. Ну и дела. Че это копыта верблюда? Моя шеф. Ты не готовишь маленькими порциями, я угадал? Да. Не думайте, что у вас проблемы с изображением. Я большой, но мне наплевать на эту проблему. Я аутсайдер. Называйте меня Роберт Рокки Бальбоа. Что это? Картофель и чилийский сибас с белыми трюфелями. Что за соус? Похож на мочу. Извините, шеф. Нет, и тиска, блядь, не будет. Сибас готовлен отлично, но соус омерзительный. Блюдо совершенно неуклюжее. Ну, собственно, как и ты. Да, шеф. Но он все равно его не разъебал. Иди на место. Меня считают неуклюжим, огромным дубом. Блядь, чувак. Моя не Шрек. Я шевелюсь и делаю все, что нужно. Я не стою на месте. Вот когда он будет на кухне толкать всех задницей, он будет пиздец хуесосить его раме. Так, что это за дерьмо? Чье это? Моя шеф. Мадам, откуда эта идея курицу с ежевикой? Это блюдо мы делали на работе. Что за работа? Я обслуживаю корпоративы. Это не ресторан, правильно? Это ресторан самообслуживания. Да. Что может быть проще? Ты готовишь? Они едят. Да, шеф. Сразу после этого их рвет. Да, это было не мое коронное блюдо. Я надеюсь, что он даст мне еще один шанс показать ему, что я могу намного лучше. И я точно знаю это. Вы должны сделать сейчас коронное блюдо. Делает. Да, это не мое коронное блюдо. Так. Жареные бананы? Это мое, шеф. Я фермер. Я очень люблю охоту. Я охочусь на уток или крокодилов. Мне нравится процесс. Плюс я приношу добычу домой и готовлю. Как называется это блюдо? Банановые дельфины, шеф. Похоже, что ты не дружишь с головой. Погодите. Он готовит блюдо и называет это банановые дельфины. Я у него не вижу значка, как у того парня. Это конспирация или что? Омерзительно. Встань на место. Рамзи ждет какого-то подъема от меня. Конечно же, он его получит. Откуда пришла идея? Я вытащил ее из задницы. Запихни обратно. Это полный отстой. После отличного начала дегустация блюд пошла в кривь и в кость. Бля, я всегда, знаете что, кринжу еще с того, как эти ебланы, когда кого-то срут, они стоят такие... Такие довольные, блядь. Пожалуйста, мне нужно достойное блюдо. Следующий помощник шеф-повара Джованни. Похоже, ты единственный шеф-повар, который не умеет готовить рис. Затем повар Чарли. Твое блюдо похоже на чертово колесо. Это насмешка. И повар из Лас-Вегаса, Л.А. Я родом из Глазго, но не ожидал увидеть рыбу с картошкой. Чудовищно. А также шеф-повар торгового центра «Джей». Полная ерунда. Они не понравились шефу Рамзи. Кто приготовил подгузник? Это не подгузник, шеф. Это мексиканская лепешка с начинкой из куриного мяса и острым соусом паблана. Меня зовут Колин. Карин. Колин. Карин. Колин. Чем ты занимаешься? Я кулинарный инструктор. Я владею кулинарной школой. Какое у тебя образование в области кулинарии? У меня нет образования. Я учитель по ядерной физике. Добрый день. Простите, а в какой вы заканчивали университет? Я не заканчивал. То есть у тебя нет никакого образования, но ты учишь людей, как стать поваром? Да. Сколько стоит твой урок? 300 долларов за 3-4 часа. Ясно. Порция слишком большая. В Небраске я кормлю детей. Хотите, я помогу вам? Нет, спасибо. Я сам справлюсь. Неужели ты берешь 300 долларов, чтобы научить людей делать вот это дерьмо? Да, шеф. Мне самому сейчас нужен подгузник. Мне было сложно удержать язык за зубами. Пиздаешь ее школе. Я также учу хорошим манерам, шеф. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нарекаю ее шизоидом. Мэри Поппинс. Мэри Поппинс. Нарекаю ее Мэри Поппинс. Все. Повтори. Хорошо, мисс, хорошие манеры. Пошла вон на место. Кулинарный инструктор Колин явно разочарована. Но шеф Рамзи надеется увидеть что-то достойное от недавней выпускницы Андреа. Что касается вкуса, ты попала в точку. Техасский повар из кафе Кой. Превосходный вкус, отлично приготовлено. Спасибо. Ису, шеф Пола. Мне нравятся пряности. Спасибо. Одни девки хорошо готовят. И буквально пару пацанов. Не доказали, что в женской команде много сильных поваров. Но осталось еще два блюда из мужской команды. Похоже, кое-кто растоптал рататуй. Это моя шеф. Моя мечта быть таким, как шеф Рамзи. Я прочел его книги, я был в его ресторане на Манхэттене. Мне кажется, у нас схожий стиль. Как давно готовишь? 15 лет. Что это? Баранин в корице с хрустящей корочкой под рататуей. Что в составе рататуи? Помидоры, лук, томатный соус, томатная паста. Почему блюдо сладкое? В нем мёд. Мёд в рататую? Это нормально? Нет, шеф. Это хуже блюдо, которое я когда-либо пробовал. 15 лет ты готовишь дерьмо, ты можешь поставить рекорд по выбыванию из адской кухни. Я серьёзно говорю. На место. Чем быстрее ты поймёшь, что я говорю серьёзно, тем быстрее ты станешь готовить лучше. Я постараюсь в следующий раз, шеф. Я считаю, что я хорошо справился, и блюдо вкусное. Я хочу доказать, что я могу приготовить что угодно, и это будет вкусно. Чья это утка? Моя, шеф. Имя? Бен, шеф. Бен, откуда? Чикаго, штат Иллинойс. Я знаю, что готовлю хорошо. Я научился быть машиной на кухне. И что это? Это жареная на сковороде утиная грудка по-пекински. Назовём его УАЗик тогда. Раз он машина, будет УАЗиком. Да, первые впечатления. Хорошо. Красиво. И вкусно. Спасибо, шеф. Пока что. Это лучшее блюдо из мужской команды. Шеф сказал, что моё блюдо было лучшим в команде. Правильно? Такого, как я, надо опасаться. Новости следующие. Победитель адской кухни в этом году получит четверть миллиона долларов и должность шеф-повара в новом шикарном отеле казино Баргата в Атлантик-Сити. Все мои ребята, которые ездят отдыхать в Атлантик-Сити, останавливаются в отеле Баргата. Он потрясающий. Вашим рестораном будет один из лучших ресторанов в мире. В городе есть всемирно известные рестораны Мина, Флей и Вольфганг Пак. Один из вас присоединится к ним. Я буду работать бок о бок с известными шеф-поварами. Это мой ресторан. Мы открываемся завтра. Судя по фирменным блюдам, вы самая сильная группа за всю историю адской кухни. Поэтому я ожидаю наилучшего результата. Да, шеф. Я хочу, чтобы вы отправились в комнаты и подумали над динамичным названием для команды. Можете идти. Идите. Хорошенько подумайте над названием. После комплиментов от шефа Рамзи, повара ознакомятся с новой обстановкой. Да, мы посмотрим судьбу, как обычно, но еще не скоро. Ух ты. Как красиво. Куча подушек, как я люблю. У нас есть джакузи. Великолепно. Как бы я хотела жить здесь всегда. А также они знакомятся друг с другом. Как тебя зовут, друг? Дэнни. Рад знакомству, я Бен. Я Колин. Л.А. Л.А. Я Джи. Не переживай, я не кусаюсь. Итак, название команды. Я не хочу принимать на себя роль лидера. У меня есть несколько идей. Вам нравятся голубые шары? Голубые фартуки? Голубые кокосы? Тебе нравится все голубое? Моя идея – блюз-братья. Мне нравится. Или можно оставить голубые братья. Можно взять что-то из красных приправ. Каенский перец или паприку? Некоторые предложения в нашей команде были очень глупыми. Как насчет языки ада? Мне нравится. Или огонь ада? Очень глупые. Шафрановые сестры. Румяные раки. Шипящие специи. А как насчет полочка со специями? Полочка со специями. Да, полочка со специями. Как она сказала, та девка, которая такая некрасивая и толстенькая. Как она сказала, все считают, что я... Какая? Не помню, какая? Смазливая. Во. Предлагаю смазливые жирушки им сделать. После хорошего отдыха повара готовы к напряженному старту. Подготовка к открытию ресторана. Давайте постараемся. В то же время они будут оценивать способности своих партнеров по команде. Я буду делать это с тобой? Да, я готова. Мы с Лэй возьмем гарнир. Я хочу сначала посмотреть, как это будут делать другие. У меня нет опыта работы в ресторане. Ты серьезно? Лэйси здесь не задержится. Что, черт побери, я должна делать? Она очень далека от всего этого. Кто-нибудь знает? Боже мой, я тут умираю. Мне еще три мороженого нужно сделать. Я больше не хочу этим заниматься. Я не знаю, что делать. Я думала, я смогу справиться с этим. Выглядит дерьмово. Это просто невероятно. Я ухожу. Смазливая, смазливая, бля. Не вытасывайся. Девочки. Черт тебя побери. Что она сказала? Что с ней? Я так сказала, потому что я расстроена и сердито. Мне нужно побыть наедине с самой собой. Очевидно. На что меня теперь все ненавидят. А мне, знаете, наплевать. Мы можем проверить, как там Лэйси? Лэйси... Какие тупые, незрелые люди. Это просто жесть. Смотришь на это и охуеваешь. А ведь взрослые. Ушла и бросила нашу команду. Что за дрель? Она сказала, я ухожу. Я хочу воткнуть вилку в нее. У нее очень мало уверенности в себе. Если она не верит в себя, то почему мы должны в нее верить? Пока женская команда продолжала работать без Лэйси, у мужской команды появилась своя головная боль. Кто-нибудь видел чорису? Я вообще-то никогда не работал в ресторанах. Поэтому я хочу погрузиться в работу и постараться не влезть в неприятности. Я очень хочу выиграть. Вы видели сито? У нас есть целые головки чеснока. Шеф, куда поставить куриные обрезки? Сэп, ты задаешь слишком много вопросов. Сэп, бесполезен. За все утро он сделал какие-то мелочи. Этот парень чистил морковку 35 минут. Давай, парень, шевелись. Ты можешь мне показать один раз? Я думал, ты знаешь, что делать. Я знаю, но я хочу быть уверенным. Послушай, будь внимательнее. Я серьезно. Я не привыкла сдаваться. Мне нужно проветрить мозги. Я должна показать команде, что я не бесполезна. Мне нужно прийти в себя. После короткого тайм-аута Лэйси решает вернуться к работе. Начало, конечно, хуёное у неё. Ты в порядке? Да. Лэйси ушла сегодня из кухни. На её месте в нашей команде мог быть профи, а мы получили простофилю. Ужасно. Итак, ребята, подойдите сюда. Девушки, сюда, пожалуйста. Дамы. Да, шеф. Название команды? Команда «Шефран». Всем нравится? Да, нет, шеф. Кому не нравится? Какое название хотела ты, Колин? Полочка специй. Мне нравится. Не все хотели полочку специй, потому что не у всех это есть. Кажется, он смутился. Ладно, парни, ваше название? Блюз, братья. Мне нравится. Блядь, Блюз, братья. Блядь, какое дерьмо. Блядь, вот это я... Блядь, долбоёвы. Я бы, знаете, что после этого сделал? Я прямо... Я прямо... Я прямо после этого, как они сказали бы, Блюз, братья, я такой... Достал бы помаду. Парик такой. Ой, привет, девочки. Я не понимаю, как я оказался тут. И в их команду перешёл. Всем привет, это Анжела. Как дела, Блядь? Итак, 16 поваров. Слишком много. Мне нужны два добровольца. Джованни, ты сегодня официант. Да, шеф. Я не был доволен своей новой профессией, но я уверен, что справлюсь. Я готов к борьбе. Кэрол? Да, шеф. Ты тоже в зале с Джованни. Спасибо, шеф. Я повар, а не прислуга. Мне будет тяжело показать шефу Рамзи, что я умею. Чарли? Да, шеф. Я не хочу, чтобы кто-то из клиентов нашёл в своём крем-брюле 30-сантиметровую рыжую волосину. Хорошо, шеф. Быстро, наверх, в комнату, да? Я понял. Срежь. Он хочет управлять мной, но я не дам ему насладиться этим. Блядь, а сам тем временем... Срежь. Он хочет управлять мной, но... А я не дам ему этим, да. Он хочет управлять мной. Что он себе возомнил, блядь? Он думает, я что, я забрею, блядь? Да, да туда, конечно, блядь, ща, блядь. Ты смотри нахуй. Я пришёл сюда готовить, блядь, а не подчиняться. Вот, да. Ладно, мне пора идти, пока он не разозлился. Но... Но я не дам ему насладиться этим. У меня на лице немного волос. Это мой стиль. Остальные за работу. Готовьтесь к открытию. Да, шеф. Мы открываемся, через пять минут торопитесь. В то время как Чарли срезает бороду, а Жан-Филипп вводит в курс делать свой новый персонал, остальные помогают друг другу, кроме Лэйси. Иди сюда, помоги мне суфле. Отстань. У тебя был целый день, чтобы сделать суфле. Ты могла уже давно и давно его приготовить. Кой, я не собираюсь разгребать твоё дерьмо. Мне наплевать. Но это дерьмо ты должна сделать сама. Такой стервей я помогать не буду. Продолжай в том же духе. Пошла ты. Если меня выгонят из-за тебя, я клянусь. Я тебя из-под земли достану. Ничего себе. Вы слышали это? Она мне... Короче, это будет гангстерша. Если она доживёт гангстерша. Запоминайте. Угрожает. Если что-то со мной случится, вы знаете, кто это сделал. Лэйси страдала фигню весь день. Она ничего не делала, только жаловалась и бездельничала. Все остальные секции готовы, кроме её. Соберись, Лэйси. Ты нужна нам здесь и сейчас. Это очень важно. Я знала, что это случится. Я сытопа горла этими тупыми стервами. Это случается каждый раз, когда я работаю с женщинами. Как ты смеешь перекладывать ответственность на меня и говорить это? В чём дело? Десерты не готовы. Давай, начинай. Просто замолчи. Я пришла за десертом. Здесь ничего не готово. Ноль. Ясно. Ноль. Расскажи, как ты мне угрожала. Всё, всё. Я собираюсь открыть ресторан. Не паникуйте. Я не прошу вас любить друг друга. Да, шеф. Успокойтесь, соберитесь и сохраняйте хладнокровие. Да, шеф. Боже мой. Жан Филипс. Бля, слушайте, я надеюсь, он будет их ебать, потому что пока чё-то лайтовенько он с ними. Открывай адскую кухню. Да. Пока у нас не началась драка. После одной из самых успешных дегустаций блюд в адской кухне, шеф Рамзи надеется на успешное открытие. Удачи всем. И сегодня первое впечатление обеих команд будет зависеть от новоиспечённых официантов – Джованни Кэррол. Добро пожаловать в адскую кухню. У вас есть сегодня особенное блюдо? Всё меню особенное. Хорошо. Что такое полента? Это... 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 Это что-то печёное? Думаю, да. Но я не уверен. Почему ты паникуешь? Потому что я плохой официант. Я не официант вообще. Да, но ты представляешь команду. Ты не должен их подвести. Да, сэр. Пока Джованни мучается с меню, Карл несёт свой первый заказ на красную кухню. Девушки, закуски. Один лобстер со спагетти. Одна порция гребешков, один лосось, один японский солнечник. Температура лосося средняя. Вы меня слушаете? Да, шеф. Когда я читаю заказ, я жду от вас ответа, ясно? Да, шеф. Ещё раз. Один лобстер со спагетти, одни гребешки, один лосось, один японский солнечник. Да, шеф. Спасибо. Быстрее, быстрее. Когда мы готовили, я очень волновалась. Я боялась, что Рамзи что-то не понравится, и он заведётся. Ну, вы знаете, о чём я. 20 минут после открытия. Где Джованни? Почему он так долго не приносит заказ? И Джованни наконец-то приносит свой первый заказ на голубую кухню. Невероятно. Ваш заказ – шесть горячих блюд на столик 20. Два спагетти, двое гребешков, одно ризотто, один цезарь. Главное блюдо – три мясных пирога. Бен, это твой заказ. Делаю. Быстро сюда, подойди, я сказал. Я читаю заказ, а ты перекрикиваешь меня. Извините, шеф. В таком случае сам читай заказ. Вот дерьмо. Читай заказ. Мне нужен один цезарь, две порции гребешков, одно ризотто, два спагетти. Быстро. Дайте мне по воде, и я буду управлять. Ещё раз увижу подобное, брошу тебя в кипяток. Да. Большой чан найдётся. На голубой кухне больше никто не перебивал шефа Рамзи. В это время на красной кухне Лэйси собирается подавать гребешки. Лэйси, теперь я буду называть тебя руки-крюки Лэйси. Посмотри на это, они сырые. Да, шеф. Шевелись. Почему они сырые, черт побери? Я думаю, что что-то случилось с нашей плитой. Все блюда были сырыми. Будет лучше, если ты включишь газ. Невероятно. Пока Лэйси включает духовку, на голубой кухне Бен и Роберт готовы поразить его своими первыми закусками. Быстрее, парни, раскачаем этот ресторан. Вы уже готовы? Да, шеф. Да чтоб тебя. Вы все быстро сюда. Попробуйте. Попробуйте спагетти. Они сырые, шеф. У вас 18 лет опыта на всех, и вы не можете приготовить порцию спагетти? Этот парень, Бен, думает, что он профи. Но он даже спагетти приготовить не может. Эй, толстяк, шевели за... Макароны не смогли сварить, блядь, суперповара. Хе-хе-хе. Там. А что-то с плитой. Да, не включили электричество, блядь, или газ. Пока Бен и Роберт заново приступили к спагетти, на красной кухне кулинарный инструктор Колин думает, что может улучшить рецепт шефа Рамзи. Что это? Маскарпоне. Сыр маскарпоне, мадам. Мы не кладем сыр маскарпоне в спагетти с лобстером. Боже мой. Выключился свет, и я не могла сконцентрироваться на еде. Я просто пыталась успокоиться и не наступить ни на кого. У нас проблема со светом. В ресторане свет погас. Даже после того, как неисправный генератор лишил освещения ресторан адской кухни, плиты все равно работали, как и шеф Рамзи. Мой бог. Дэнни! Иди сюда. У тебя сгорели гребешки. Жарь заново. Конечно, шеф. Эй ты, иди сюда. Да, шеф. Ты можешь работать вместе с командой? Я готовлю свои блюда и смотрю на других, шеф. А ты пробовал разговаривать с ними? Да, шеф. Я тебе не советую огрызаться. Тебе понятно? Но... Да, шеф. Хорошо. А теперь заткнись и работай. Что происходит? Что это такое? Что со светом? У нас полностью погас свет. У нас погас свет. Из-за неисправного генератора свет на адской кухне полностью погас. Мы не можем готовить в темноте. Извинись перед клиентами. Поговори с каждым из них. Все на мягких лапах. Передай мои извинения. Пока на кухне воцарилась тишина и клиенты сидели в темноте без еды, Кэрол придумала план, как поднять всем настроение. Вуаля! Когда погас свет, я подходила к гостям и снова и снова подливала им вина. Спасибо большое. Я ставлю бутылку у вас на столике. У клиентов была выпивка, и они были в хорошем настроении. У вас нет запасного генератора? Вы инженер? Нет. Очень жаль, нам бы понадобилась ваша помощь. Пока Жан-Филипп ищет помощи в зале ресторана... Пизда я из-за растрата алкоголя. ...на кухне Роберт берет командование на себя. Прикуси язык. Я не огрызался, я пытался... Все, проехали, хватит болтать. Я знаю, что я много болтаю, поэтому я удивлен, что Рамзи не вытащил меня из кухни и не отрубил мне голову. Все, начинаем заново, ты понял? Дэнни много болтает попусту. Тебе крупно повезло, что сейчас погас свет. Пользуйся этим. Через 20 минут освещение наконец-то починили, и появилась надежда спасти ситуацию в ресторане. Теперь отодвинем наше очень плохое начало в прошлое, да? Да, шеф. Соберитесь и начинайте работать. Пошли. Да, шеф. У меня прекрасные новости. Кухня снова работает. Да. У нас закончились чистые сковородки. Где еще одна порция спагетти? Еще не сварилась, шеф. Эй, мадам, иди-ка сюда, быстро. Ты собираешься готовить новые спагетти в грязной сковороде? Да, шеф. Сковорода была уже использованной, но мне было некогда ее мыть. Я чувствовала себя полной дурой. И ты учишь людей готовить? Но больше нет чистых, шеф. Иди-ка сюда. Пиздец, она пупая. А это? Спасибо. Это? Что это? Как ты вообще могла додуматься готовить спагетти в грязной сковороде? Что за бред? Пока Колин пытается восстановить свой авторитет, на голубой кухне Бен и Роберт начали действовать вместе. Поехали. И поэтому быстро справляются с заказами и отправляют блюда в руки Джованни. Джованни, помнишь чей заказ? Нет. Ты не помнишь, кто сделал этот заказ? Нет. Неловко, да? Да. Я был не собран и волновался, потому что я не официант. Это очень просто. Она заказала ризотто, а вы гребешки, правильно? Ризотто заказывала я. Не угадал. Извините. Прошло два часа после открытия ресторана. Баранина. И голубая команда переходит к главным блюдам. Сейчас подам гарнир. Сет и Джей уже готовы подавать баранину, но они все еще ждут гарнир от Уилла. Все, я готов. Перед тем, как подавать их к столу, расскажи, что это. Это не йоки, но они подгорели. Да, они подгорели. Ты все равно будешь их подавать? Нет, шеф. Невероятно. Уилл, не сдавайся. Держись, братишка. Подгоревшие ньоки потянули голубую команду вниз. В это время в красной команде Колин... А это чувак в очках, это гей, да? Но ему, наверное, прозвище даже не будем давать. Ведь над тем, чтобы вырваться вперед. Спагетти нужно попробовать. Убедись, что в них не слишком много телек. Колин, это не твои ученики, не нужно здесь болтать. Как будто ты в своей кулинарной школе. Ты хочешь 300 долларов в час? Почему так долго варятся спагетти? Сколько времени нужно на порцию? Они варятся долго. Ответ неправильный. Их нужно варить с умом. Если бы ты положила не слишком много, они бы сварились быстрее. Да, шеф. Дерьмо собачье. Посмотри на них. И здесь тоже. Ты что, выкинула предыдущие? Ну, что ты смотришь на меня? Я намного старше всех этих ребят, поэтому я не волнуюсь и спокойно воспринимаю критику. Что будет, то будет. А я когда-нибудь получу спагетти? Да, шеф. Да, шеф. Пока Колин учится варить спагетти, Сетт хочет заработать похвалу за свое первое главное блюдо. Почему оно распадается? Потому что он резал его, когда оно было еще сырым. А потом отбивал. Форест, иди сюда. Рамзи назвал меня Форест, как звали твоего парня в фильме Форест Гамм. По-моему, отличное имя. Как ты это готовил? Наверняка температур... Блять, отличное имя, если не знать, что это за персонаж, блять. Кура была неправильно выставлена. Поэтому ты решил его окончательно испортить? Абсолютно ясно, что баранина подгорела. Я бы сказал, обуглилась. Ты бы обрадовался, если бы получил такое блюдо? Конечно, нет. Пошел вон отсюда. Я понимаю, что облажался с бараниной, но к концу вечера я покажу себя. С лучшей стороны. Уже прошло два с половиной часа, и Колин наконец-то приготовила спагетти. Сейчас ей предстоит узнать что-то новое о ризотто. Сейчас попробуем. Иди сюда. Да, шеф. Да. Это ризотто! Я тебе честно скажу, это самое отвратительное ризотто, которое я пробовал за всю свою карьеру. Почему оно такое сладкое? Что ты? Положила в него сахар? Я брала соль отсюда. Это не соль? Ты что, шутишь? Это собачье дерьмо. О, боже. В это время на голубой кухне мужчины принялись за главные блюда. Картофель-пюре. Черт. Что ты делаешь, Уилл? Извините, шеф, я не знаю, что делать. И блюда еще очень горячие. Боже мой. Уилл? Да, шеф. Ты идиот. Да, шеф. Ты даже не представляешь, насколько. Уилл, вот твой артишок и картошка приготовленный и приправленный. Спасибо. Ты теперь занимаешься гарниром? Я хочу ему помочь, шеф. Чарли занимается гарниром, Роберт занимается гарниром. И все потому, что Уилл рехнулся. Уилл все напутал своими гарнирами. Когда я пришел помогать ему, все уже было испорчено. Уилл, на кухне нет ни одного повара, который бы не помогал тебе сегодня. Я испытал на себе гнев шефа Рамзи. Это нельзя назвать чем-то приятным. Боже мой, невероятно! Прошло три часа со времени открытия, и очень мало посетителей получили главное блюдо. Многие начинают терять терпение. Гарнир, пожалуйста! Что, черт побери, вы двое делаете? Только не это. Я была шокирована, когда посетители встали и ушли. Вперед, стол 22. 22 столик ушел. 22 столик только что ушел. Клиенты за моим столиком ушли. Эй ты, лови! Они только что ушли. Они уже ушли. Остальные посетители тоже уходят. Все, идем отсюда. Выключайте огонь! Уже все равно! Все сюда, быстро! Быстро идите сюда! Посмотрите в зал. А почему только 40К? Ваха Фэнтези тоже классная. Вот иди сейчас на запись и послушай, что я сказал. Позор! Стыд и срам! Полое дерьмо! Убирайте! Убирайте все на кухне! Мечта шефа Рамзи об идеальном вечере в ресторане превратилась в кошмар. И теперь ему будет сложно решить, какая из команд была лучше. Надеюсь, вам очень стыдно. Если говорить о том, как вы работали на кухне, то обе команды одинаково слабы. Поэтому сегодня я сделаю то, чего не делал никогда. Сегодня я решу, чья команда победила, исходя из работы официантов в зале ресторана. Кэрол, 88% твоих посетителей сказали, что твое обслуживание было выше среднего. Джованни? Он такой, а на что им сосало, блядь? Да, шеф. 90% твоих посетителей дали тебе оценку ниже среднего. Провал. Поэтому очевидно, что сегодня проиграла мужская команда. Сейчас возвращайтесь в комнату и выберите двух человек на отчисление. Пошли вон. Мы проиграли. Очень сложно отправлять кого-то на отчисление, но мы все пришли сюда и знали, на что мы соглашаемся. Понял, Кикуша. Что ж, парни, нам нужно это обсудить. Нам придется решить довольно трудную задачу. Говоря о худшем поваре сегодня, я хочу назвать Уилла. Что ты думаешь, Уилл? Все проще простого. Я облажался без сомнений. Я сам себя предложу. Вот, отлично. Никто из нас не хочет уходить. Я должен был предложить себя. Я сам признаю свои ошибки, но... Кого-то это удивило, и это приятно. Я думаю, что Сет хуже всех справился на кухне. Но мне наоборот кажется, что я... Я даже не знаю, кто из них говно. На самом деле, они все так хуево сделали. Прям пиздец. Все все хуево сделали, что... Любой, кто не уйдет, заебись. Справился отлично. Мне послышалось ли ты это сказал? Да. Извини, Сет, но тебе еще многому нужно научиться. Ничего личного. Джованни, в чем дело? Отстань от меня. Я не официант. Именно поэтому я и не вызывался обслуживать столы. Я просто задал вопрос. Я не знаю, что сделал Джованни. Но 90% клиентов сказали, что его обслуживание было ниже среднего. Поэтому мы проиграли, и я хочу предложить его. Я спрашиваю, что у тебя случилось? Я говорю, отстань от меня. Я не могу понять, чего от меня хочет Сет. Я старался. И не собираюсь проигрывать в кулинарном шоу из-за плохой работы официантом. Нам пора. Джентльмены, вы приняли решение? Да, шеф. Сет, первый кандидат. И почему? Уилл первый кандидат. Он занимался гарнирами, и мы все знаем, что у него не все прошло гладко. Второй кандидат команды, и почему? Это я. Почему? Я не знаю, почему. Я имею в виду, что команда так решила, я сам себя не выдвигал. Значит, ты второй кандидат. Да, шеф. Это не совсем так, шеф. Сет, первый кандидат. Уилл будет вторым. Боже мой, да что же это? Бен, что ты думаешь об этом? Я хочу сказать, что Сет совершенно не понимает, чем мы тут занимаемся. Ты? Уилл всем сердцем хочет остаться здесь. Он хочет бороться за призовое место. Я лучше отдам голос за Уилла, чем за того, кому наплевать на команду. Ты хочешь занять место Уилла? Я готов поменяться местами с Уиллом. Но я уважаю тот факт, что с самого начала Уилл сам себя предложил. Уилл сам себя предложил. Он глупый или честный? Я думаю, он глупый. Безобидно, я бы никогда не номинировал сам себя. Какие уж тут обиды, если ты назвал его глупым. Сет, Уилл, подойдите ко мне. Сет. Да, шеф. Почему ты должен остаться в адской кухне? Эти ребята знают меня уже 24 часа, но не заметили, что у меня тоже есть сердце. Это полная чепуха. Я знаю, что вы от меня ждете. Я ходил в ваш ресторан. Я читал ваши книги. Я знаю, кто вы. Я всего лишь прошу дать мне возможность показать, кто я. Я надеюсь на это, шеф. Уилл? Да, шеф. Почему ты должен остаться в адской кухне? Я хочу искупить вину и показать, что я намного лучше. Я хочу поменять ваше мнение обо мне. Две очень честные просьбы. Мне очень сложно принять решение. Что ты делаешь, Уилл? Извините, шеф, я не знаю. Ты идиот! Да, шеф. Форест, тебе это поднимает настроение или что? Ты бы обрадовался, если бы получил такое блюдо? Конечно, нет. Сегодня из адской кухни уходит... Не гей. Форест. Уилл. Гей? Отдай мне свою куртку и уходи из адской кухни. Молодец, он его подсосал всякими книгами и так далее. Спасибо. В суд надо подавать. Это нетолерантность ущемления. Я сильно рисковал, когда сам себя предложил. Но я абсолютно согласен, что облажался на кухне. Конечно, неприятно вылететь в первый же день. Я чувствую себя жутко униженным. Сегодня обе команды работали плохо. В следующий раз... Каждый из вас должен работать за двоих. Вы можете намного лучше, правда? Да, шеф. Тогда сделайте это. А сейчас идите спать. Я жутко разозлился. Потому что вся команда хотела, чтобы ушел Сет. Я до сих пор здесь. Хочет этого команды или нет? Этот ресторан будет моим, а мне наплевать, что говорят остальные. Пусть заткнутся. Я никогда не работала в таких условиях. И для первого раза это было совсем неплохо. А все, кто не согласен со мной, пусть поцелуют меня взад. Для меня было довольно странным нежелание Уилла победить. Очевидно, что он не годится для адской кухни. В следующем выпуске адской кухни... Не спойлерим. Ну что, чат? Сейчас он сказал. Я боли. Знаешь? Да, я не могу. Конечно. Я хрис.